Чубаксарское городское собрание депутатов, сокращенно ЧГСД. Какие решения принимают выбранные нами депутаты и к какому результату это приводит? Обо всем этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. В эфире программа «Местное самоуправление». По собственному желанию депутаты приняли отставку главы Чебоксара Ирины Клементьевой. Посторонний вход воспрещен, а народным избранникам открыт. Чебоксарские депутаты проверили летние лагеря. Переселить всех или как идет строительство домов для жителей аварийного жилого фонда? Досрочное прекращение полномочий главы города Чебоксара Ирины Клементьевой. Так звучал первый вопрос в повестке дня заседания Чебоксарского городского собрания депутатов. Кто за то, чтобы досрочно прекратить полномочия главы города Чебоксары, председателя Чебоксарского городского собрания депутатов Клементьевой Ирины Селны, по собственному желанию, с 19 июня 2017 года прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принимается. Единогласно за, а значит следующий вопрос в повестке дня. Кто будет исполнять обязанности главы города до тех пор, пока депутаты не выберут нового? Согласно уставу Чебоксары, это один из заместителей Николай Владимиров или Виктор Горбунов. Предлагаю исполнение обязанностей главы города возложить на председателя постоянной комиссии по местному соуправлению депутатской этики с 2010 года и по настоящее время Владимирова Николая Николаевича. Против один, остальные за. Решение принято. Дальше заседание шло в привычном режиме. Депутаты уточнили городской бюджет на этот и следующий год, внесли изменения в схему рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов и выбрали нового почетного гражданина столицы Чувашии. Кандидатур было 8, познакомиться с биографией и проголосовать можно было на официальном сайте города. По результатам обсуждения абсолютным большинством поддержана кандидатура Долгушина Ивана Ивановича. Иван Иванович, заслуженный работник промышленности, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской республики. Честовать нового почетного гражданина будут в августе перед днем города. Куда будут переселять жители из аварийного жилья, посмотрели чебоксарские депутаты. Комиссия городского собрания по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории провела выездное заседание. В марте застройщик заключил с городом договор генподряда, а к июню уже возвел пять этажей. Речь про будущий жилой дом по улице Богдана Хмельницкого. Все квартиры в нем предназначены для переселенцев из аварийного жилья. 1 июля что увидим здесь? 1 июля? Таким темпом, я думаю, мы кладку завершим, да? Значит, у нас, конечно, норма декады этаж, а это надо четыре этажа, четыре декады. Но с учетом вот то, что мы ускорились, мы близки будем к завершению девятого этажа. Чуть медленнее продвигаются строители по улице Парижской коммуны. Как объяснили, здесь сложный рельеф и геологические условия. Прежде чем забивать сваи, пришлось проводить испытания грунтов. Так или иначе, дом должен быть создан к концу лета. Объем кладки, который будет выкладываться, я думаю, ну, надо выводить на 150 кубов в сутки, ориентировочно, чтобы успеть в установленной сроке завершить стройку. Со вторника здесь человек, наверное, 100-150 человек будет камечком. Депутаты и представители городской администрации побывали и на строительных площадках по улице Ленинского, Комсомола и Магнитского. Они отметили, в этот раз выездное заседание прошло необычно. Ни один объект не вызвал нареканий и замечаний. Впрочем, бдительность терять нельзя. Мы поедем еще раз в депутатскую комиссию и проверим, насколько они выполнили свои обещания. Здесь стараются строить уже 5, 6, 7 этажей. Идем по графику. В настоящее время строится 5 многоквартирных жилых домов на территории города для переселения граждан. Всего нам предстоит переселить 984 семьи. Соответственно, под этой целью мы строим эти 5 домов. На этом четвертый этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Город Чебоксара завершит. Выездное заседание провела и комиссия по социальному развитию и экологии. Депутаты проверили, как живут, где моются и, главное, чем питаются дети в летних лагерях. Признаемся честно, наша съемочная группа и депутатский корпус позавидовали детям, которые сейчас отдыхают в лагере «Волна». Дело не в пионерских кострах и другой лагерной романтике. Просто в комнатах индивидуальное отопление. Примерно такие же чувства вызвало меню в столовой. Питание пятиразовое. Готовят повара прямо на месте. Дети как, за добавками ходят? Да, есть дети такие, которые это самое просят. Говорят, очень вкусно. Начальник смены, к концу проверяется вес? Вес, да, обязательно. Оздоровительный эффект есть. Третьякова плюс 120 грамм, ширея плюс 140 грамм, и ревенка плюс 20 грамм. Второй отряд вес. Так, очень хорошо. Общий вес отряда 865 килограмм. Это конец к концу смены, за тонну перевалит. Нагуливают аппетит на мероприятиях. Эта тематическая смена называется пожарная академия. Мы приехали в тот момент, когда дети учились оказывать первую помощь. Ложкой дегтя во впечатлениях от лагеря стал, пожалуй, туалет на улице. Однако, если посмотреть на это глазами детей, так сподручнее ходить мазать соседей зубной пастой. Вспоминает бывший пионер этого лагеря депутат Эдуард Петров. Я надеюсь, очень надеюсь, что это все по-прежнему осталось, и дети разыгрывают друг друга. У меня такая ностальгия, и все-таки я надеюсь, что в первую очередь детям запомнится этот отдых так же, как и мне. Следующий лагерь – Бригантина. Там председателя постоянной комиссии по социальному развитию и экологии Наталью Ванеркину первый раз за всю поездку укусил комар. Директор уверила, это единичный случай. Кроме таких залетных комаров никого постороннего в лагере быть не может, отметил начальник управления образования администрации города Дмитрий Захаров. На сегодняшний момент, конечно, по безопасности мера не усилена в связи с последними событиями. У нас работают и охранные предприятия, тревожная кнопка ограждения по всему периметру. Перед началом смен лагеря проверили специалисты Роспотребнадзора. Все выявленные нарушения сотрудники оздоровительных учреждений успели устранить до заезда детей. У нас были проблемы по микробиологии, вода не соответствовала качеству. Потом мы провели дезинфекцию, промывку, и сейчас вода соответствовала перед открытием. Итог объезда муниципальных лагерей. Народных избранников устроило все, кроме погоды. Но за нее администрация ответственности не несет. Чебоксара, улица Пролетарская, 4. В свое время на обслуживание этого дома претендовали сразу две управляющие компании. Однако, когда жителя одной из квартир верхнего этажа затопило, компенсировать затраты на ремонт оказалось некому. Подробнее далее. Эти кадры Алексей Васильев снял в 4 утра два года назад. Проснулся от того, что льется. Думал, что кран где-то течет. Встал, смотрю, у меня тут течет все. Вот здесь вот потекло. Вот так вот. Потом потекло вот в зале. Прямо по люстре. По люстре пошла вода. Сразу свет пришлось выключить. После такого потопа управляющая компания залатала кровлю над квартирой Васильевых. Затраты на ремонт внутри тоже обещали компенсировать. Сначала эксперты дали заключение на 60 тысяч убытка. В процессе переговоров с коммунальщиками сошлись на цифре 45 тысяч. Окончательный вариант компенсации оказался в два раза меньше. Договорились вообще на маленькую сумму там, на 20 тысяч. То есть и даже этих денег я не получил. Вот два года уже никаких перечислений, ничего нет. Дело в том, что дом Алексея Васильева обслуживала печально известная управляющая компания Пик-1. Когда ей из-за долгов и нарушений не продлили лицензию, на смену должна была прийти другая – Камал. За эту и соседние многоэтажки разразилась настоящая война с двойными квитанциями и митингами. Тогда жители отстояли Пик-1. Однако зимой прошлого года ее таки признали банкротом. Но учредитель Пик-1 создал новую УК Олста и продолжил обслуживать данную и другие многоэтажки. Проще говоря, затопил Алексея при одной УК, которая ныне банкрот. А нынешняя за прежнюю ответственности не несет. Хотя фактически это та же самая компания. В свое время я вроде не оставлял всех, кто компенсаций обращался по содержанию ремонта жилья, деньги возвращали. И начислялся. В данной ситуации после меня, там с января месяца было, я не могу сказать. У меня информации нет. Я к вам приходил и мы договорились насчет оплаты. Была сумма 40 тысяч, мы договорились на 21 тысячу. Вы пообещали, что эта оплата будет произведена через месяц. Я ничего никогда не обещаю. К делу уже подключились чебоксарские депутаты. Мой же юрист тоже принимал участие, составлял акт. И он как бы заверил, меня во всяком случае заверял, и вас заверял или нет, о том, что я все сделаю, все восстановлю за свой счет. Есть же, как бы сказать, жилищный кодекс, есть гражданский кодекс, который говорит о том, что моральный и материальный ущерб должен быть восстановлен, или, как бы сказать, компенсирован той стороной, которая допустила, значит, это повреждение. Пока с коммунальщиками общаются юристы депутатского корпуса, Алексей мечтает о ремонте. Он бы сделал за свой счет, если бы был уверен, что крыша не потечет снова. Ведь в случае чего спрашивать компенсацию, судя по всему, не с кого. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин